Чуть не порезалась, но это не проблема, если у вас дома есть гель интенсив регенерация. Полноценный житель моей домашней аптечки постпилинговый гель гельтековский интенсив регенерация, которая содержит ударную дозу депантенола и иммуностимулятор бета-глюкан. Если с вами произошла такая же неприятность, как чуть было не произошло сейчас со мной, вы порезались или обо что-то ободрали руку, то есть или там какую-то другую часть тела, если у вас произошла какая-то бытовая травма, не связанная конечно с необходимостью госпитализации, срочную хирургическую вмешательство, то вы можете воспользоваться этим гелем для того, чтобы быстро заживить вот эту раневую поверхность. Нам понадобится, помимо заживляющего геля, еще средство для первичной хирургической обработки ран. Это какие-то антисептики, то есть или перекись водорода, или флоргексидин. Для надежности лучше взять еще антибактериальный порошочек, которым мы сверху посыпем рану, чтобы предотвратить какое-то инфицирование ее, то что могла, возможно, какая-то грязь попасть, и то, чем мы это все зафиксируем. То есть для того, чтобы обработать рану, мы возьмем или перекись, или хлоргексидин, обработаем. После этого мы нанесем на поврежденную поверхность гель интенсив-регенерация, и после того, как мы нанесли уже гель интенсив-регенерация, мы воспользуемся средством, содержащим антибактериальный компонент. Оптимально, но если, конечно, это такой незначительный порез, мы можем зафиксировать все бактерицидным пластырем. Если же это достаточно глубокое повреждение, то лучше воспользоваться бинтом, зафиксировать его удобно на руке или на пальце, или на каком-нибудь другой части тела вот такой вот сеточкой, потому что рана быстрее заживает, когда она может дышать, то есть газообмен ничего не препятствует, кислород попадает на воздухе. Обрабатываем таким образом рану два раза в сутки, можем отмачивать повязку, если она как бы присыхает в растворе фурцелина или в растворе какого-нибудь другого антисептика того же самого хлоргексидина, и после этого опять в той же последовательности наносим гель интенсив-регенерация, порошок баниоцин и бинтуем. В прошлом году я лично столкнулась с такой ситуацией, которая потребовала от меня вот этих вот вышеперечисленных действий. У меня был ремонт, и человек, который его осуществлял, использовал электрорубанок, и он пропорол себе этим или работающим электрорубанком вот это место на руке. Отказавшись ехать в трампунт, я честно его уговаривала поехать зашить, пришлось естественно оказывать первую помощь и дальше наблюдать его в течение нескольких дней и обрабатывать ему таким способом в эту рану. На самом деле мы были все очень поражены эффективностью гель интенсив-регенерации как репаранта, потому что дважды в день я ему обрабатывала вот так вот руку, перебинтовывала, то есть гель интенсив-регенерация, антисептик, гель интенсив-регенерация, потом баниоцин и бинт. И уже на третий день рана затянулась, эпитализировалась сверху, и он уже на четвертый-пятый день уже без бинта работал. Мы на самом деле не ожидали от этого геля такой прыти, вот, потому что, ну, вроде, ладно, там легкие порезы или там маникюр неудачно сделал, но здесь была реально глубокая, очень глубокая рана с повреждением мышц кисти, руки, да, и, в общем, мы не ожидали, что это так вообще хорошо поможет. И никаких осложнений, слава богу, инфекционных не было. Ну, это, наверное, благодаря тоже и антибактериальному компоненту и тому, что это быстро и раномерно зажило. Вот такая вот ситуация. Представим, что вы не порезались, а обожглись кипятком случайно, да, ошпарили, или обожглись в какую-нибудь сковородку, об утюг. То есть какой-то вот такой ожог первой, там, второй степени максимум произошел, опять-таки не требующий хирургического вмешательства или госпитализации, тоже очень хорошо, ну, просто феноменально помогает интенсив регенерации. Если сразу воспользоваться ею, то вполне возможно, что даже не будет вздуваться волдырь на месте, пузырь, да, на месте вот этого ожога. Естественно, если мы обожглись, мы должны сразу сократить глубину вот этого вот проникновения самого термического фактора в ткани и подержать обожженную конечность, если это возможно, да, если это конечность, под холодной водой, да. То есть держим, ну, желательно минут 10 держать. Вот. И после того, как мы эффективно охладили поверхность, мы уже наносим этот гель. В первый час я рекомендую наносить несколько раз, потом можно где-то раз в час, раз в два часа наносить. На самом деле, когда мы несколько раз наносим в течение первого часа этот гель, он очень хорошо и эффективно снимает болевой синдром, а потом уже работает на заживление. И потом мы можем уже следующий, там, день, два, три, сколько понадобится, наносить, ну, там, 3-4 раза в день на вот эту поверхность. Тоже очень хорошо заживляет, боли практически нет. И, соответственно, тоже очень хорошо применять, если вот бытовые такие ожоги произошли. Следующее применение – это если ожоги солнечные, то есть вы перезагорали где-то под активным солнцем. Точно так же это могут быть ваши дети, начиная с нуля, маленькие детки. И вот этот вот гель интенсив регенерации я, например, в отпуск езжу только, беря с собой парочку или один хотя бы таких флаконов. Потому что, несмотря на всю солнцезащиту, которую мы ревностно используем, всё равно есть шанс обгореть. И если после того, как почувствовал, что обгорел, да, и воспользовался несколько раз вот этим гелем, то ничего не облезает, не шелушится, снимается, опять-таки, боль очень эффективно и прекрасно совершенно применять при солнечных ожогах для восстановления кожи. Если вас или вашего ребёнка покусали комары или мошки, то именно гель интенсив регенерации поможет снять зуд, охладить кожу и убрать вот эти некомфортные ощущения. Если наши лайфхаки вам понравились, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы первыми узнать о выходе новых видео, и будем очень рады вашим комментариям.